Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Генерал преткновения, почему в городке штата Вирджиния введен комендантский час? Тест на толерантность, готовы ли были одесситы к маршу равенства? Впоследствии жары или экология в Черкасской области утилизируют тонны мертвой рыбы. Красота по-украински. Юлия Левченко взяла серебро на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Боевики продолжают обстрелы на Приморском и Луганском направлениях, а также в районе Авдеевской промзоны. В то же время украинские бойцы ведут разминирование вдоль линии разграничения и на ранее освобожденных территориях. Как прошло в воскресенье в зоне АТО, подробнее расскажет наш военкор Руслан Смещук. Это может быть либо мина, какой-то либо предмет. Вот так, шаг за шагом, метр за метром Донбасс освобождают от мин. Буквально через несколько метров миноискатель опять подает сигнал. В этот раз тревога не ложная. Это противотанковая мина ТМ-62 наживного действия. То есть, когда техника наезжает на нее, происходит взрыв. Для того, чтобы извлечь мину из земли, ее аккуратно обвязывают шнуром, потом отходят на безопасное расстояние и выдергивают. Дергаем. Есть. Проверяем. Вот мы сняли мину. Как видно, она не взорвалась. Это нам даже очень повезло. По-другому поступают с растяжками. Их снимают кошками с безопасной дистанции. Просто накидывают крюк на леску и ликвидируют. Ну а неразорвавшиеся боеприпасы, а их на Донбассе хватает, часто просто подрывают. Саперы говорят, в ближайшие годы работы у них хватит. Ведь мин много. Не только на линии разграничения, но и на территориях, где боевых действий нет уже несколько лет. Но там все равно гибнут люди. Реки войны – это 10 лет разминивания. Большое время потребуется, чтобы разминивать и все разумно. Моя население стыкается с противотанковыми минами, которые были еще в 2014-2015 году и не выявлены. Вносит сложности и погода. Последние несколько дней на востоке страны аномальная жара. Каждый день в степи пожары. Это существенно осложняет работу саперов. Пожарики возникают на тех полях, которые заминованы. Это складывает серьезную небезпеку нашим саперам. Но, несмотря на это, они работают суттево. Что вы понимали, в день приблизительно 8 гектаров территории у нас разминиваются. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Загадочная смерть. В Одесской области найдено тело военнослужащего ВМС Украины Арслана Шейхова. Об этом сообщила советник главы генштаба Алена Вербицкая. По ее словам, матрос находился в отпуске в родном селе Егоровка. Он отмечал свой день рождения. Позднее уехал со своим знакомым. А ночью односельчане нашли труп Арслана на улице. На теле следы от многочисленных травм. Но судмедэкспертиза причиной смерти назвала алкогольную интоксикацию. Родные моряка убеждены, что Шейхова забили до смерти. И даже подозревают местного жителя, у которого есть связи в правоохранительных органах. Завтра будет проведено повторное вскрытие, которое, возможно, поможет установить реальную причину гибели военного. Человек, с которым он употреблял спиртные напитки, установлен. Мы не можем говорить, что он подозреваемый, пока судмедэксперты нам не дадут основную причину смерти. На сегодняшнее утро пока предварительная причина смерти – алкогольная интоксикация. Снес железные столбы и пролетел буквально в нескольких сантиметрах от женщины с грудным ребенком. В селе Крюковщина под Киевом водитель внедорожника на огромной скорости спровоцировал ДТП. Камеры внешнего наблюдения зафиксировали, как иномарка съезжает с дороги и врезается в столбы. Оградительные конструкции, словно игрушечные, разлетаются в стороны, чудом не задев женщину с коляской. Уже на поврежденном авто нарушитель попытался скрыться с места происшествия, но злоумышленника остановили. По словам очевидцев, водитель вел себя неадекватно. Люди предполагают, что он мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Кабмин планирует усилить проверку перевозимых грузов по украинским дорогам. Так правительство будет бороться с перевозчиками, которые нагружают фуры сверх нормы. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил премьер Владимир Гройсман. По его словам, в сентябре на стационарных постах появится 26 габаритно-весовых комплексов. К концу года их будет уже 78. Гройсман отметил, что требовал закупить эти приборы еще в прошлом году, но Мининфраструктура провалила первый тендер. Тем временем у Кравтодора готовятся к строительству первой платной дороги. Об этом сообщил глава этой компании, Славомир Новак. Трасса соединит Киев и Белую Церковь. Финансировать проект будут международные организации. Во сколько обойдется это строительство и когда оно начнется, Новак не уточнил, как и не рассказал, за какие заслуги он получил в начале года 900% надбавки к своей зарплате. Напомню, что официальная ставка поляка составляет 12 тысяч гривен. Социал-демократическая партия, соцпартия и профсоюзы объединяются в единый блок за простых людей. Такое решение сегодня приняли на заседании партийных активистов. Как заявил нардеп и лидер социал-демократов Сергей Каплин, официально это утвердят на общем съезде в сентябре. Кроме этого, сегодня поддержали обращение ряда нардепов об отставке Ильи Кивы, нынешнего советника министра внутренних дел Арсена Авакова. Напомню, левые обвиняют его в политическом рейдерстве и попытке захватить СПУ. По словам Каплина, у него якобы есть доказательства того, что Кива страдает острой формой шизофрении и недавно он даже угрожал расправой представителям соцпартии. На этом высокоповажном собрании было принято решение собрать съезд в середине вересня и начать процесс объединения всех европейских левых сил и левоцентрических сил в одну единую партию, в один единый блок за простых людей. Окременно, партийцам, которые собрались тут, громадским действиям, моральным авторитетам нашей страны, не понимали, каким образом шизофренику можно было за год дать майора, подполковника, полковника и готовить его сейчас на генеральскую посаду. Мы вместе требуем забрать погоны, забрать оружие и расследовать действия Авакова, которые причинили соответствующие проблемы. Историческая бойня. В американском Шерлоттсвилле, это штат Вирджиния, ввели чрезвычайное положение. Что стало причиной гибели людей и почему произошедшее уже назвали актом внутреннего терроризма? Дмитрий Анопченко знает все подробности. Все понимали, что может случиться беда, но до последнего надеялись на лучшее. В университетском городке Шерлоттсвилл на выходных собрались несколько тысяч протестующих. Их разделила история. Намерение городских властей снести памятник генералу Ли, человеку, который командовал армией Южан в американской гражданской войне, был на стороне проигравших. Город стал заложником решения чиновников. Еще в пятницу стали прибывать активисты правых организаций. По разным данным, их собралось от 4 до 6 тысяч человек. Постоянно возникали стычки, как с оппонентами, так и с полицией. А затем 20-летний житель Агая, Джеймс Филдс, сел за руль собственного автомобиля и на скорости протаранил колонну тех, кто выступал за снос памятника. Машина неслась в толпу, врезалась, потом сдала назад, снимая людей. Люди, страшно сказать, они разлетались, как кегли. Одна женщина погибла, 19 госпитализированы. Пятеро из них до сих пор в критическом состоянии. Четыре человека тяжело ранены. Власти возбудили дело по статье «Умышленное убийство». Но в заявлении американских сенаторов сейчас используется совсем другой термин. Куда серьезнее внутренний терроризм. И они настаивают, что расследованием должна заниматься вовсе не полиция, а Федеральное бюро расследований. Казалось бы, для одного дня достаточно трагических событий. Но всего через несколько часов после наезда автомобиля на людей на западе от Шерлотсвилла разбился вертолет, участвовавший в полицейской операции. А США этот пресс сообщает, крушение связано со столкновениями в городе. Власти пока лишь не уточняют, как именно. Вертолет полностью разрушен. К этому моменту я могу подтвердить, погибших двое. В городе сейчас объявлен режим чрезвычайного положения. Мэр Шерлотсвилля ввел комендантский час. После вспышки насилия страсти уже несколько улеглись. Но эта трагедия еще раз показала, насколько разделена сегодня Америка. И как велики противоречия, которые так долго загоняли внутрь. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль. Американское бюро телеканала «Интер». Белый дом намерен возобновить Палестино-израильские переговоры. В ближайшее время на Ближний Восток прибудет трио из администрации президента Трампа. Почему мир вдруг стал возможен, расскажет Григорий Бадов. Снова разговоры о мире. Теперь уже президент Дональд Трамп убежденно заявляет, мир возможен. Зять и доверенное лицо Трампа Джаред Кушнер, специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Джейсон Гринблот, а также заместитель советника президента по национальной безопасности Дина Пауэлл, пакуют чемоданы. Троица скоро прибудет на Ближний Восток для очередной попытки запустить мирный процесс. Они собираются в турне по Египту, Катару и Ордании, Палестинской автономии и Саудовской Аравии. Еще только ведутся переговоры о встрече, а в Палестинской автономии уже ни во что не верят и обвиняют американскую администрацию в предвзятости и произраильских настроениях. Видимо, после восьми лет правления президента Обамы, нежелание Трампа потворствовать террору и коррупции выглядит для главы Палестинской автономии чересчур уж непривычно. В июне этого года посланник Кушнер побывал здесь и потребовал от Махмуда Аббаса прекратить пропаганду террора и выплату пособий палестинским убийцам, сидящим в израильских тюрьмах. Но глава автономии в ответ настоял на невмешательстве во внутренние дела палестинской автономии. Ну, получается, как только дотации от западных стран поступают на счета Палестины, это сразу становится ее внутренним делом. А сегодня высокопоставленный представитель палестинцев заявил, что они вообще не будут вести переговоры с израильским премьером Нетаньягу, пока тот находится под следствием. Напомню, что Нетаньягу уже несколько раз за последний месяц давал показания по так называемому делу 3000, касающемуся закупок немецких подводных лодок. Сам премьер называет это расследование политическим линчеванием. Обвинительные заключения по нему не сформированы, и неизвестно, будет ли оно вообще, но палестинцы уже его используют как удобный предлог для отказа от неудобного партнера. Впрочем, сам Джаред Кушнер уже признавался, что не знает пока, как достичь мира на Ближнем Востоке и вообще сомневаются, смогут ли американцы предложить какое-то оригинальное решение. А президент Трамп подытожил, если не сможет Джаред, не сможет никто. Григорий Бадолий, Саневеровская, Ближневосточное бюро, телеканал Интер. В ООН собрали уже достаточно доказательств против сирийского лидера Башада Асада, чтобы осудить его за военные преступления. Расследованием занималась спецкомиссия при ООН, но дойдет ли дело до суда, пока не ясно. Член комиссии Карло Дель Понте заявила, что пока Совет Безопасности не создаст специальный трибунал, дело против сирийского режима не сдвинется с места. Теракт в Пакистане. Погибли как минимум 15 человек, еще около 40 были ранены. Террорист-смертник на мотоцикле врезался в автомобиль военного патруля возле рынка города Кветта. Ответственность за это нападение взяло на себя исламское государство. Целью террориста были солдаты, но среди погибших семеро мирных жителей. В городе ввели чрезвычайное положение. Напомню, с 16 июля Пакистан начал военную операцию против боевиков ИГИЛ на границе с Афганистаном. Проверка на толерантность. Гей-парад в Одессе сегодня прошел под лозунгом «Слава Украине, ривность и слава». Почему представителям ЛГБТ-сообщества пришлось изменить маршрут? И помогло ли кольцо полицейских избежать столкновений? Расскажет Андрей Анастасов. Полтысячи полицейских и бойцов Нацгвардии. Несколько кварталов перегорожены решетками. Марш равенства, так называется мероприятие, проходит в условиях повышенных мер безопасности. Около сотни человек собрались здесь, чтобы привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества. В первую очередь выступают против гомофобии. Очень часто мы наблюдаем, когда в университетах открытых геев, открытых лесбиянок преподаватели, которые исповедуют так называемые традиционные ценности, подвергаются дополнительному прессингу. Выкрикивая лозунги, колонна ЛГБТ-активистов движется по Приморскому бульвару. Двойной кордон силовиков, чтобы к ним не смогли прорваться оппоненты. Коханя, немае стати! Марширующие должны были пройти до Думской площади и там провести митинг. Но в целях безопасности полиция сократила маршрут. Митинговали в итоге у памятника Дюку де Ришелье. Сюда же пришли и активисты националистических организаций. Голубят, ЮГЭ! Голубят, ЮГЭ! И пришли они сюда с акцией протеста. Считают, что такие марши – это пропаганда гомосексуализма. Это нормально, в час, когда в Украине война. Хлопцы на Сходе гинули не для того, чтобы тут геи ходили. И вообще, эту проблему нужно решить дома, в себе в лиску. Не нужно ее вносить на публику. В отличие от прошлого года, столкновений удалось избежать. Дискуссия велась лишь на уровне слов, зачастую нецензурных. Один человек за оскорбительные высказывания был даже доставлен в райотдел полиции. Но после разъяснительной беседы его отпустили. Для ЛГБТ-активистов полиция сделала коридор. Они сели в автобусы и уехали. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» Одесса. Рухнет или нет? Этот вопрос уже неделю актуален для жильцов многоэтажки в центре Запорожья. Два из восьми подъездов откололись от основного здания и начали проседать. В чем причина и где были коммунальщики? Ответы искал Сергей Бордюжа. Вот, пожалуйста, вся ширина этой трещины. Я не знаю, сколько тут сантиметров, пять. Видно просвет, видно улицу. Спальня, гостиная, кухня, коридор – такие трещины во всех квартирах двух крайних подъездов этого дома. Соседи уже не только слышат, но и видят друг друга. Если так присмотреться, видно, что происходит у меня нижние двери, стекла. А еще постоянно падает штукатурка и в подъезде, и в квартирах. Проходил мимо, вот эта первая часть упала, вот эта, по вот эту часть, вот эти, на полу, в старом квартире. Покажите за кусочек. Остаточки лежат. Тяжелые? Да, на полу, вот так вот, сотрясение обеспечено. Всему виной, говорят жильцы, утечка холодной воды в подвале. Вода уходила под фундамент, то есть по пути меньшего сопротивления. Давление вымывало землю и подмывало фундамент. Чтобы найти и ликвидировать течь, коммунальщикам понадобилось четыре дня. За это время два подъезда фактически откололись от основного здания и продолжают крениться. Сейчас дом находится под наблюдением лаборатории диагностики. Они наблюдают, установили маяки. Ну и дальше приглашали институт. Не был директор института, они вынесут свои решения, все обследуют. Вот и дадут заключение, какие дальше нужно производить работу. Когда начнутся эти работы, никто не знает. Коммунальщики сказали, что ждите год, что в течение двух месяцев дом будет садиться активно. В течение четырех месяцев дом будет стабилизироваться. Еще полгода мы будем за ним наблюдать. И через год будут приняты какое-то решение, что делать дальше. Возвращаться в свои квартиры жильцы боятся, но в коммунальных службах успокаивают. Дом не завалится, это точно. Вот только как жить в квартирах во время осенних дождей, заморозков и зимних снегопадов, никто из коммунальщиков ответ не дает. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожье. Экологическая катастрофа в Черкасской области, побережье Днепра, в районе сел Веребеевка и Васютинцы за одну ночь превратилась в настоящее кладбище рыбы. Что стало причиной массового мора, выяснял Станислав Кухарчук. Все лето Григорий хотел привезти семью из Киева сюда, на живописный берег Днепра. Сам он работает на сельхозпредприятии в Васютинцах. Родных видит только по выходным. Говорит, что едва подъехав к пляжу, обомлел. Я за ранку заехал, я с машины не смог встать, я поехал просто. Организм не мог вытримать этого запаха. Вся эта рыба вот таким по колено шаром лежала на березе. Всю неделю ни приезжие, ни местные стараются близко к воде не подходить. Побережье буквально усеяно тушками разлагающейся рыбы. Зловонный запах разносится на сотни метров. Анатолий в рыббригаде работает не первый год, но говорит, такого еще не видел. Рассказывает, за день до мора рыба пошла к берегу. Когда я пришел покупаться, бочек подходит до самого берега. Я хочу так заметить, думаю, а что он до берега так начался. Живее, нормально. Тушками мертвой рыбы, говорят в рыбинспекции, усеяны 500 квадратных метров побережья. Большинство – речной бычок. Там окунь, карась в одиничном виде. Рак один. Предварительно в рыбинспекции возможной причиной мора называют удушье. Температура на мелководье сейчас 28-30 градусов. Кислорода в воде не хватает. Его, к тому же, активно поглощают водоросли. Чтобы продукты распада погибшей рыбы не загрязняли Днепр, ее утилизируют. Где основное скупчение было рыбы, потихоньку это вывозили, в яму утилизационную высыпали. Все, как положено, робилось. Окончательную причину мора рыбы установят экологи. Они уже отобрали пробы воды. Результаты исследований будут готовы на следующей неделе. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал Интер, Черкасская область. К счастью, уже с понедельника синоптики обещают похолодание. И новая рабочая неделя начнется с кратковременных гроз и дождей. По всей территории Украины ожидается переменная облачность. Температура на севере и востоке изменится несущественно. Ночью обещают 16 градусов, днем 30. В остальных регионах – около 25 днем. На Закарпатье жара уже сменилась ливнями и бурей. Ночью без электричества остались по этому поводу 13 населенных пунктов в Мукачевском и Береговском районах. А также несколько международных пунктов пропуска. Например, на КПП Лужанка на границе с Венгрией электроэнергии не было 5 часов. Запасной генератор не сработал. Электроснабжение восстановили лишь под утро. И тогда же начали пропускать людей. Ветер повалил несколько десятков деревьев. Из-за этого на трассе Киев-Чоп было заблокировано движение. В Берегово из-за отсутствия электричества не работала насосная станция. Затопило три улицы. Похолодание в Украину пришло из Польши. Там жертвами урагана стали пять человек. Стихия еще вчера ударила сразу по двум боеводствам. Пострадал лагерь скаутов. Среди погибших и раненых есть дети. Ураган принес с собой сильный ветер, который не утихает до сих пор. Около полумиллиона человек остались без электричества. Ангела Меркель начала предвыборный тур. Канцлер Германии набралась силы. Она три недели отдыхала в итальянских Альпах. А ее конкурент Мартин Шульц в это время активно общался с избирателями. Что запланировала Меркель после отпуска, расскажет Елена Абрамович. Отдохнувшая и непривычно улыбчивая. Такой приехала Ангела Меркель в западногерманский Дортмунд. Послушать ее пришли тысячи граждан. Большинство в ее возрастном диапазоне. На сцене зрелище не устраивало. Сохранила свой образ прагматичного политика. Перечислила достижения партии в течение 12 лет. Трех своих сроков на посту канцлера. Мы начинаем горячую фазу кампании. Через 6 недель будет последний день. Поэтому осталось немного времени. Сейчас мы находимся в особой ситуации. С одной стороны, Германия в очень хорошем состоянии. С другой, каждый чувствует, что мы живем во время потрясений, неопределенностей. И никто не может предугадать, как наша страна будет выглядеть через 10 лет. Потрясением для многих немцев год назад было решение Меркель приютить еще больше мигрантов. Впрочем, эта история не сильно ударила по ее рейтингам. Поддержка избирателей долгое время держалась на уровне выше 60%. Снижаться стало уже в течение последнего месяца. Из-за скандалов с автопромом страны. Меркель во время выступления упрекнула автомобилестроителей, замешанных в манипуляциях с программным обеспечением для замеров вредоносных выхлопов. И призвала исправить ошибки. Доверие к отрасли разрушено заметанием мусора под ковер и использованием пробелов в тестах на вредные выбросы. И это доверие может быть восстановлено только благодаря действиям самой автомобильной промышленности. Я имею в виду бизнес-лидеров. Они должны действовать. Меркель при этом отвергла обвинение ее соперника социал-демократа Мартина Шульца в том, что она недостаточно инвестирует в развитие инфраструктуры. Шульц начал предвыборную кампанию намного недель раньше Меркель. Но повысить рейтинги это ему не помогло. Его поддерживает пока лишь треть избирателей. На фоне выборов во Франции, Голландии и США немецкую гонку аналитики называют скучной. Никакого популизма или скандалов и весьма предсказуемый исход. Ангела Меркель, которую недаром называют самым сильным политиком в Европе, скорее всего, получит кресло канцлера четвертый раз. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Турция попытается наладить отношения с Германией после выборов в Бундестаг в сентябре. По крайней мере, на это рассчитывает президент Эрдоган. Он считает, что после выборов критика в адрес Турции поутихнет. Анкара и Берлин давно не ладят по ряду причин. Германия в свое время признала геноцид армян Османской империи. Раскритиковала турецкую власть за многочисленные аресты журналистов и правозащитников после неудачного госпереворота. Ну и последней каплей стал запрет на посещение военной базы Инджерлик депутатами Бундесвера. Принц Вильям, внук Елизаветы II, может стать следующим королем Великобритании вместо своего отца Чарльза. С такими заголовками вышли британские СМИ сегодня. Так ждет ли эту страну смена власти, разбирался Алексей Пшемыск, и он в Лондоне. Британские журналисты отправляют королеву на пенсию. По данным местных СМИ, Елизавета II планирует добровольно отречься от престола. Якобы королева издала секретный указ, где говорится о том, что передача власти должна состояться, если она продержится на троне до 95 лет, то есть через три года. Елизавета II официально самая долгоправящая хозяйка Букингемского дворца в истории Великобритании. В сентябре 2015-го она побила рекорд своей прабабушки, королевы Виктории. Та пребывала на троне 23 226 дней. Слухи о том, что Елизавета II может добровольно уйти с трона еще при жизни, обсуждают в высших политических кругах страны уже не один год. Однако сейчас, по данным британских газет, они более чем реальны. Якобы началом подготовки к передаче власти стал уход на пенсию супруга Елизаветы II, принца Филиппа. На прошлой неделе. Следующий в очереди на трон 68-летний сын Елизаветы II, принц Чарльз. Однако вот британцы его откровенно недолюбливают еще после скандалов в округе его брака с принцессой Дианой. А в 2015 году Чарльза прозвали Черным Пауком, после того, как выяснилось, что он втайне отправлял записки членам правительства, требуя принимать определенное решение. По данным соцопросов, 80% британцев хотят видеть следующим на троне сына Чарльза, принца Вильяма. Военный с блестящей репутацией, примерный муж для своей супруги. По мнению многих, именно Вильям мог бы вдохнуть новую жизнь в откровенно устаревшую британскую монархию. Якобы он фаворит самой королевы. О том, как Чарльза и Вильям будут бороться за власть, здесь уже даже сделали целую театральную постановку, где отец и сын противостоят друг другу в лучших традициях Шекспира. Однако в реальности такое шоу вряд ли ожидает британцев, ведь решение может принять только парламент. Роль монарха ноша пожизненная, добровольно. Уйти на пенсию Елизавете II не позволяет закон. Для этого вначале нужно поменять конституцию. Да и для того, чтобы Вильям зашел на трон, вначале Чарльз, который всю жизнь готовился стать королем, должен отказаться от власти. Однако он уже заявил, об этом не думает и с радостью будет исполнять обязанности монарха. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. И там же в Лондоне сейчас проходит чемпионат мира по легкой атлетике. Наша Юлия Левченко уже взяла серебро в соревнованиях по прыжкам в высоту. При этом она установила свой личный рекорд 2 метра и 1 сантиметр. До золота Левченко не дотянула буквально 20 миллиметров. Что Билл Гейс постит в своем инстаграме? Почему Северная Корея отпустила заключенного канадского пастора? И о чем пели танцоры на Суматре? Об этом мы не только в нашем обзоре. Парочка чертиков, динозавр, стайка Вандервумен и многие другие персонажи поучаствовали в ежегодном благотворительном марафоне «Сити ту серф». Всего участников забега насчитали порядка 80 тысяч. Пробежать традиционно 14 километров от центра Сиднея до Банди Бич может каждый желающий. Нет ограничений ни по возрасту, ни по роду занятий, ни по физическому состоянию. За почти полвека организаторам удалось собрать свыше 3 миллионов долларов. У основателя компании Microsoft Билла Гейтса наконец появилась собственная страница в инстаграме. Миллиардар пишет, в соцсети собирается рассказывать о работе благотворительного фонда и о своих интересах. Первую запись Гейтс посвятил поездке в Танзанию. Он опубликовал три фотографии и рассказал об обеде со школьниками в провинции Мехуза. За сутки на страницу подписались свыше 134 тысяч человек. А первую запись создателя Windows оценили более 50 тысяч пользователей. После двух лет пребывания за решеткой в Северной Корее, в Канаду домой вернулся пастор южнокорейского происхождения Хён Су Лим. В 2015 году он прибыл в КНДР с гуманитарной миссией, но вскоре был осужден к пожизненным каторжным работам за попытку свержения режима. На суде Хён Су Лим публично признался, помогал людям бежать из страны. О возвращении пастора на родину хлопотал советник премьера Трюдо по вопросам нацбезопасности. Но в Пхеньяне сообщили, что отпустили узника по гуманным соображениям из-за слабого здоровья. В Индонезии 10 тысяч мужчин пели о необходимости сберечь для потомка в местный национальный парк. Рекордный по количеству участников спектакль провели в провинции Ачиху на Суматре. Мужчины в черно-желтых традиционных костюмах, сидя плечом к плечу, руками танцевали саман или танец тысячи рук, который признан ЮНЕСКО нематериальным мировым наследием. Цель мероприятия – привлечь на остров больше туристов, деньги которых помогут уберечь тропические леса, а также спасти тигров и слонов от браконьеров. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова